Привет, друзья! С вами Максима. В этом видео я приготовил для вас подборку инструментов сайта Алиэкспресс, которые вы точно оцените. А в конце, как всегда, конкурс. Поехали! Ремкомплект для трещоток. Внутри трещотки находится довольно много мелких деталей, и в основном она выходит из строя из-за износа так называемых сухарей, или же реже, основной шестерни храповика. Чтобы отремонтировать, необходимо просто заменить всю внутрянку из ремкомплекта, который стоит в несколько раз дешевле нового инструмента. Точилка для серейторной заточки. Самым главным отличием ножей с серейтором от обычных клинков является пилообразная заточка. Вот только зубья у ножа не острые, как у пилы, а закругленные. Точилкой можно поправить серейтор даже из весьма добротной стали. И даже не один раз. Выпрямитель колесных арок. Позволяет править арки без их демонтажа. С помощью данного прибора вы не только минимизируете временные затраты, но и сможете легко контролировать положение передней амортизационной стойки или стакана относительно колесной арки. Сопло для 3D принтера, которое вкручивается в блок нагревателя экструдера. Внутри него находится небольшая камера. Выполнена из нержавеющей стали. Этот материал обеспечивает долговременную печать материалами, обогащенными твердыми частицами, без риска разрушения и снижения производительности печати. Блокирующее устройство для распределительного вала. Подходит для блокировки сдвоенных распределительных валов, расположенных рядом. Позволяет осуществлять замену приводного ремня. Применяется при любых расстояниях между приводными шкивами. Реечный домкрат. При помощи него авто можно вытащить из колеи, от лебедица и многое другое. Инструмент, который должен иметь каждый, кто собирается выехать на бездорожье. Это устройство, которое начинающие джипперы покупают чуть ли не первым. Приспособление для вдавливания, вкручивания поршней тормозных суппортов. Это такая штука, которая поможет вдавить тормозной цилиндр на суппорте авто без лишних усилий для дальнейшей замены накладок или тормозных дисков. Также можно использовать как обыкновенную струбцину. Ребята, хотите заработать немного денег? Все просто. Можно играть на сайте AppX. Расскажу поподробнее. Пополняйте счет, приумножайте его в разных игровых режимах и выводите себя на карту. Покажу как играть. Тут указываю ставку и сумму. Я поставлю 900 рублей. Нажимаю играть. И жду шкалы с коэффициентом, либо нажимаю досрочно. Вот столько мне удалось поднять и сейчас я закажу вывод. Кстати, теперь на AppX можно получить 50 рублей за репост. Выполни простые условия и бонус твой, а также крути рулетку раз в 15 минут и получай до одного слитка совершенно бесплатно. У AppX куча положительных отзывов, которые доказывают то, что сайт работает честно. Поэтому ныряйте по ссылке в первом комментарии и выигрывайте вместе со мной. Электрический домкрат. Высота подхвата 12 сантиметров. Высота подъема 35 сантиметров. В крайних положениях срабатывают встроенные микровыключатели, поэтому выше положенного домкрат не полезет. Предусмотрена маленькая съемная ручка аварийного опускания в случае поломки электропривода. Тяговая гребенка, грейфер. Усиленная конструкция и шестью зацепами для правки, вытяжки деталей кузова. Идеально подходит для выпрямления жестких деталей, порогов и стоек. Внутренняя резьба 16 миллиметров. Магнитный захват. Это устройство для фиксации подъема и перемещения ферромагнитных грузов различной формы. Основной конструктивной особенностью данного типа захвата является то, что удержание поднимаемого груза происходит с помощью магнита. Пневмошприз для смазки авто. Предназначен для порционной смазки узлов агрегатов. Предусмотрена возможность заправки вручную, а также устройством для раздачи смазки. В комплекте гибкий армированный нейлоновый шланг. Такие устройства удобны тем, что для подачи смазки не требуется приложение усилий. Ручной насос «Груша». Классика жанра, знакомая еще нашим прадедом-автомобилистам. Если использовать для перелива из емкости, то пара качков заполнит магистраль. А дальше все сделает сила тяжести, и вам не придется отплевываться от бензина. Дозатор для флюса с иглой. С помощью емкости можно дозированно подавать флюс на место пайки, удалять результаты окисления во время ремонта печатных плат, очищать платы и радиокомпоненты при помощи растворителей. Пеногенератор для мойки. Предназначено для нанесения бесконтактных автошампуней и пенных растворов на различные поверхности автомобиля. Достаточно наполнить емкость пеногенератора моющим средством и подключить его к аппарату высокого давления. И можно приступать к работе. Подкатной пневматический домкрат. Двухсекционный грузоподъемностью 2 тонны и трехсекционный грузоподъемностью 3 тонны. С управлением расположенным на длинной рукоятке. Данная линейка домкрата является профессиональным оборудованием и используется на станциях техобслуживания автомобилей. Полумаска-респиратор. Это удобное в использовании средство для защиты дыхательных путей человека. Изделие является многоразовым. Наличие байонетных устройств крепления фильтра позволяет быстро и легко производить его замену, фиксируя при помощи одного щелчка. Защитный шлем для сотрудников спецназа. В зависимости от поставленных задач и функционала может иметь различные варианты обвеса, прибор ночного видения и кафонарь, индивидуальные средства подсветки, прибор фиксации изображения, установленных на специальных креплениях на поверхности шлема. Электрическая ножеточка. Прибор состоит из электромотора нескольких абразивных кругов и корпуса. В самом корпусе есть специальные направляющие и отверстия для фиксации лезвия. Клинок типа Танто. Особенностью ножа является ступенька у острия, увеличивающая его прочность. Клинок по толщине остается массивным почти до самого острия, что позволяет протыкать им довольно прочные предметы без риска повредить острие. Гидравлический трубогиб с ручным приводом. Волок позволяет изгибать трубы сечением 32 мм. Позволяет изготавливать металлоконструкции с переменными углами сгиба. Можно задать угол сгибания прута до 180 градусов. Зажим бабочка для стыковой сварки. Обеспечивает аккуратную стыковку краев свариваемых деталей практически без зазоров. Установка уровня предусматривает выравнивание по одной линии верхних или нижних поверхностей свариваемых деталей. Станочный вращающийся центр с обратным конусом. Предназначен для фиксации в конический паз, пиноли задней бабки и токарного станка. В металлообработке они применяются в основном на станках для крепления вращающихся тел с минимальным биением при высокой частоте вращения. Заточной набор для пильных цепей. На держателе заточного бруска предусмотрены две шпильки. Они одеваются в отверстие на шине и удерживают держатель в горизонтальном положении. Далее закрываем крышку. На конце имеется упор. Упираемся, например, в бревно и жмем на курок газа. Закручиватель резьбовой вставки Метчиком нужного размера нарезается резьба, в которую вкручивается ремонтный вкладыш из твердой нержавеющей стали. Для вкручивания вкладыша используется спецвороток, входящий в комплект. После извлечения воротка используется выколотка, которая обламывает загнутый технологический поводок вкладыша, который был необходим ранее для вкручивания. Лазерный гравер INSMA Это далеко не промышленный лазерный гравер, который гравирует на металле и режет все подряд. Но нанести рисунки, логотипы на кожу, дерево и брелки сможет легко. Свои функции гравер отрабатывает, подойдет для домашнего использования и гравировки мелкой утвари. Небольшой фрезерный станок Если хочется создать домашнюю мастерскую в гараже, изготавливать на нем можно небольшие изделия из металла или других материалов, например комплектующие. Станок оснащен системой ЧПУ, позволяющей изготавливать изделия любой сложности по заданной программе. Монтажно-демонтажная паяльная станция, которая кроме паяльника и фена включает в себя еще лабораторный источник питания и вольтметр. Термофен и паяльник имеют независимую регулировку температуры. Станция снабжена функцией автоматического охлаждения термофена после отключения. Портативный тестер Common Rail CR508 для измерения давления в топливной системе. Предназначен для проверки элементов системы впрыска топлива, а также имитации сигнала датчиков давления, топлива, масла и т.п. Поддерживает все распространенные датчики давления в рампе – Bosch, Denso и Delphia. Пресс для банок. Алюминиевые банки, как и любая другая тара из подгазированных напитков или пива, имеют свойство со временем накапливаться. Но перед тем, как отнести отходы предназначенное место, не помешает немного уменьшить алюминиевые банки в объеме. С помощью пресса объем банки сокращается на более чем 75%. Резиновая опора для домкрата. Вставляется в чашку плотно и не болтается. Установить нужно, чтобы горизонтальная прорезь проходила между зубцами чашки. Выполненная из эластичной и прочной резины, служит надежной защитой верхней опоры домкрата и кузова автомобиля от механических повреждений. Угломер. Это компактный инструмент, который применяется во время сборки различных механизмов, требующих определенного положения крепежа. Например, крышка ГБЦ. Данная модель позволяет контролировать угол поворота затягиваемых болтов с точностью до 2 градусов. Ступенчатый радиаторный ключ. Можно использовать для монтажа стальных, чугунных, латунных и бронзовых резьбовых фитингов типа «Американка» диаметрами от 15 до 32 мм. Для монтажа и демонтажа вентилей радиаторов, винтового соединения обратного хода и коротких крановых удлинителей. Инструмент для правки алмазных кругов. В процессе эксплуатации у абразивных кругов изменяется профиль, а их зернистая поверхность забивается отходами обработки, что в итоге приводит к снижению эффективности этого приспособления. Для того, чтобы вернуть точильным и шлифовальным кругам их первоначальные характеристики, используется такой инструмент. Зажим для натяжения шнура-причалки. С его помощью осуществляется отслеживание горизонтальности рядов кладки, а соответственно и точность всей строительной конструкции из кирпича. Разметочный шнур со встроенным уровнем. Применяется для нанесения вертикальной и горизонтальной разметки при проведении строительных и отделочных работ. Это простой и надежный инструмент, без которого не обойдется ни одна стройка. Сверла по дереву. Набор инструментов каждого мастера подразумевает наличие разнообразных сверл. Домашняя работа, ремонт деревянных изделий или мебели невозможно без соответствующего сверла по дереву. Направляющая гребенка для фрезера. С помощью нее можно изготовить прямой шип паз, соединение ласточкин хвост, скользящий ласточкин хвост или соединение изолок. Это стандартные соединения как мебельных выдвижных ящиков, так и корпусной мебели в целом. Линейка для выставления глубины сверла. Шаблон имеет V-образное поперечное сечение, которое помогает центрировать и выравнивать сверло на линейке, удерживая их одной рукой. Также можно регулировать высоту диска на циркулярной пиле. Шаблон для циркулярной пилы. Инструмент применяется для разметки пазов и стыков деталей. Изготовлен из анодированного дюралюминия. Может применяться при производстве деревянных конструкций, деревянных ящиков, кронштейнов, выдвижных ящиков и т.д. Металлические кольца для ключей и брелоков. После того, как количество ключей и всяких EDC штук на моей связке ключей перевалило за десяток, и колец стало не хватать, я задумался, а где же мне взять такие кольца? Взяв тихушник у супруги и выслушава себе много нового, я понял, что это не выход и полез на Алиэкспресс. Результат вы видите у меня в руках. Набор можно выбрать от 5 до 10 колец диаметром 32 мм. Калибровочный шаблон. В основном используется со специальным фрезерным станком для измерения и контроля размера шипа. Механизм трансформации дивана. Это элемент, который преобразует диван в различные формы и положения. Например, диван из сидящего положения превращается в диван-кровать или в диван для релакса с частично откинутой спинкой. Набор садовых инструментов. Набор состоит из сумки, бутылки с распылителем, граблей, чистящих ножниц, трех мини-лопаток, перчаток, секатора, разрыхлителя почвы и ручного культиватора. Все инструменты оцинкованы. Набор инструментов отлично подойдет любителям дачного отдыха и садоводам. Сварочный пистолет для полуавтоматической сварки. При включении аппарата происходит подача сварочной проволоки в область сварки. Исполнителю достаточно ввести пистолет вдоль стыка и поддерживать нормальную длину дуги. В результате получится качественный шоу. Электрический триммер, аппарат для создания живой изгороди, позволяет регулировать размеры любых кустарников. В рабочем состоянии заряд держится до трех часов. Особая защита позволяет уберечь все оборудование случайных повреждений. А теперь конкурс. Разыграем 200 рублей на счет телефона или вебмани кошелька. Условия конкурса поставить лайк, быть подписанным на канал и оставить любой адекватный комментарий. Результаты через неделю в группе ВК. Подробности и ссылки есть в описании. Также не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Всем удачи и пока! Подписывайтесь на канал.